так я снова тут но теперь я буду рисовать если какие-то вопросы будут возникать спрашивайте вот так будет лист развернут потому что иначе не помещается по-другому вот референс вот такой букет который у меня будет использоваться вот эта часть горизонтально основные цветы и друзья я вот знаете что решила сделать давно от меня не было для вас никакой активности очень давно я не проводила не вот таких эфиров рисовальных никаких там своих марафонов подарков розыгрышей прочего прочего поэтому я тут захотела сделать так сегодня буду рисовать по вот этому референцию свою иллюстрацию я рисую на целлюлозе с добавлением цветных карандашей попробую я не знаю что из этого получится возможно будет не очень сразу говорю то есть для меня это эксперимент но будет здорово если вы присоединитесь ко мне и тоже попробуйте по этому референцию нарисовать свой вариант иллюстрации по-своему ее как-то интерпретировать может быть попробовать повторить за мной может быть совсем порисовать так как вам хочется и потом я вам дам на это неделю эфир я этот постараюсь сохранить и выложить на youtube уже сегодня завтра через неделю я выберу три самые интересные работы и выставлю их на голосование я давайте две две работы я выберу и выставлю их на голосование в stories и вот в stories какая работа наберет больше голосов то будет победителем это работе я вышлю вот такой подарочек это мои сокровища с добыча с нордфест и плюс там моя штучка да это рембрандт сейчас скажу что это за цвет spark wallet это фиолетовый блестящий но я не знаю что там конкретно за цвет да я вы честно скажу не пробовала вот победитель будет первым кто попробует цвет плюс блокнотик от max goods для каких-то заметок записок или мелких зарисовок плюс выкраска рембрандт новых цветов здесь как раз таки по моему есть вот этот да вот он фиолетовый как видите он такой блестящий он классно смотрится на черной бумаге но его можно и белый цвет добавлять точнее на белую бумагу на белый фон тоже будет хорошо вот такая выкраска и мои стикеры один наборчик в общем давайте рисовать начнем вместе хватит уже мне прятаться за курсами будем в эфирах тоже творить и так сказала буду без объяснения не смогу же все равно буду что-то комментировать тоже привычка еще раз повторюсь вот этот референс в рамках моего спонтанного конкурса точно также используем этот референс можете без цветных карандаш и рисовать это только мое личное предпочтение в данном случае дается вам неделя и выставляя работу в инстаграме отмечаете мой аккаунт рене лера и хэштег рене лайф у меня есть сохраненный stories кружочек называется рене лайф там будет еще вся информация там будет хэштег и там будет ссылка на референс на пинтересте ну-ка дайте обратную связь кто будет участвовать а я пока начну делать набросок все у меня был большой перерыв работе я когда написала работу для конкурса на него фест с машатами после этого я месяц не рисовала вообще потому что просто у меня не было желание рисовать сейчас практически вот только только возвращаюсь к этому рене лайф у меня что-то там Продолжение следует... Как раз углубление попало на шов. Супер подарки для обзорщика, моя спина не уверена, что осилит. Я понимаю. Если спина не осилит, то не надо. Да, вот подарки, кстати, реально интересны для обзорщика, потому что... Но я вообще в этом плане не очень такой человек-исследователь. И подарки действительно классные, но хочется, чтобы они достались тем, кто интересуется такой штукой. Как поизучать краски. Как-то у меня в этом плане немножко не моя тема. Ну, наклейки это просто такой, мне кажется, всегда момент классный, который возвращают в детство. У меня почему-то наклейки ассоциируются сразу с детством. И мне очень нравится наблюдать, особенно на фесте, это постоянно там все эти наклейки хватали, расхватывали, там бесплатные у кого были. Потому что это сразу такое воспоминание из школьных лет, когда анкеты, наклейки собирали, везде что-то клеили. Это очень классно. Такая детская радость. Привет, Хорватик. Хорватик, прошу прощения. Здравствуйте. Can you speak English? No, I'm very, very, very bad speaking English. Когда я была на мастер-классе у Алекса Хилкуртса, я не побоялась подойти к нему, пообщаться, хотя я очень плохо говорю по-английски. Ну, можно сказать, что не говорю так. Я больше понимаю, то есть, когда он говорил какую-то информацию, давал, я практически все время его понимала без переводчика. Но самой говорить мне сложновато. То есть, я какие-то слова вроде знаю, понимаю, но почему-то мне... Ну, во-первых, я не могу сложить слова в предложения грамотные. А во-вторых, многие слова при разговоре у меня забываются. Вот. И... Ну, тем не менее, с Алексом пообщались, и это было прям классно. Я сразу подошла, им сразу сказала, I'm very, very, very bad speaking English. Мы поражали и начали общаться. Какой-то пока венок получается. Угу. 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 Вот что самое главное в наброске скетча? Это композиция и светотень. Все остальное можно... Можно даже не добелать. Угу. Поэтому некоторые моменты сейчас я буду под себя подстраивать, потому что мне не нравятся вот эти одинаковые шарики вокруг. Хоть они красиво смотрятся на фотографии, но тут как-то они не вяжутся. Я выбрала такой референс тоже, кстати, не случайно, потому что он очень насыщенный по цветам, по оттенкам. И вот как раз мне хочется вот эти чистые, красивые, оранжевые, красные, желтые использовать для карандаша цветного. Мне кажется, они прям хорошо заиграют вместе. Посмотрим, что получится из этого. Ну, я думаю, что будет хорошо. Ну, по крайней мере, в голове у меня вообще шедевр там просто невероятный. Ну, что будет по итогу, мы узнаем. Ну, вот, собственно, вот такой вот план наброски я и делаю. И у меня основные будут. Вот этот момент, такой ключевой. Ну, что, приступаем. Это целлюлоза, бумага. И тут нужно работать вообще в один слой и максимально быстро, максимально точно. Ну, можно, нет, не прям в один слой буду работать. Можно, конечно, играться. Водить кистью нужно вот раз провел и забыл про это место, пока не высохнет. В следующий раз точно так, довольно жидко, довольно легко раз провел и забыл. Иначе это может все вылиться во что-то не очень красивое. Сейчас я закладываю по сути фон, скажем так, который потом буду прорабатывать более детально и кистью, и карандашами. Сейчас это подмалерок. Меня вообще не смущает тот момент, что у меня все скатывается в шов. Я наоборот люблю с этим играться. Можно вот тут уже порисовать, сразу отрисовать границы лепестков на переднем плане. Видите, сразу четко оп, и засвет пошел. Видите, сразу отрисовать границы лепестков на переднем плане. С иром можно поиграться, тоже опять же, да, с прорисовкой тона. Но потом, как только это просохнет, все, туда вообще нельзя будет лезть, пока не высохнет. Потом по сухому можно будет что-то еще доработать где-то, какие-то моменты дорисовать. Но это не хлопок, поэтому очень аккуратно. Если есть вопросы, задавайте. Я немножко так, знаете, у меня тут ни музыки на фоне нет, ни на меня. В общем, все очень такое какое-то сонное, расслабленное. Поэтому задавайте мне настроение, то он спрашивает, я буду рассказывать. Тут главное еще уловить именно светотень, передать. Что я собираю на следующий момент? Продолжение следует... Продолжение следует... За вот этот месяц пребывания в таком коматосе, в состоянии дремучем, сонном, у меня, знаете, в голове еще были какие-то явно процессы шли, да, переосмысление, переосознание своих действий в работе, да, что я использую, что я не использую, какие моменты мне помогают, какие я хочу поменять, как, что, вот отношение какое-то. И однозначно это дает, ну вот сейчас, свои результаты, да, то есть я еще... То есть я уже поменяла взгляды, поменяла подход, но еще сама не познакомилась с этим новшеством очень близко, не знаю, понимаете, о чем я говорю, нет. То есть еще до конца я не осознала, не поняла, как мне с этим работать. Поэтому пока что это будет все очень так неловко, неопрятно, только-только пробы первые. И вот потом, со временем, это выйдет во что-то уже более новое, качественное. И я, ну, понимаю все это, очень спокойно отношусь к тому, что сейчас может что-то не получаться. То есть, к чему я-то говорю, если у вас какой-то возникает застой, вы не понимаете, как работать дальше, что вы хотите или не хотите делать, и у вас вот это все перерастает в такое чувство, не знаю, состояние депрессии, да, что вот, что-то мне ничего не хочется, ничего не получается, то просто дайте себе время, переждите, потому что чаще всего это моменты именно какого-то переосмысления, моменты, знаете, затиши перед бурей, только в хорошем смысле. И тут нужно просто дать себе возможность пожить в этом состоянии и рано или поздно вы выплывете на другой, качественный, новый уровень. И там будете совершенно по-другому работать и воспринимать все. Блин, ну вот люди пишут, я не понимаю русского языка, ну окей, что я могу поделать? Жаль, очень жаль. Моя информация уникальна для русскоязычных. Так уж сложилось. Ну и, собственно, вы видите, да, что я работаю вот у главного какого-то элемента, постепенно-постепенно-постепенно вхожу во второстепенные. Где-то, кстати, я уже сейчас в работе понимаю, что, например, в каких-то моментах я буду карандашом работать и стараюсь этот момент сильно не затрагивать, либо подложку какую-то под карандаш делать, чтобы оставить маневр для работы с карандашом. Точно так же мы работаем, кстати, на акварельном скетчинге, да, то есть мы акварелью дорабатываем там графику, к примеру, оставляя тоже какие-то моменты незаконченными. Получится ли такой букет рисовать без карандашного наброска или слишком сложный элемент и каш? Ну, у кого получится? У вас или у меня? У меня может получиться, но с карандашом, конечно, проще однозначно, то есть вы раскидываете основные элементы, и это как ориентиры в работе. Хотя вот сейчас я накидала, я бы композицию немножко поменяла, но я в акварели сейчас буду работать немного по-другому, то есть у меня карандаш накидан, но я не все буду карандашное прорисовывать акварелью, потому что иначе мне не понравится результат. Поэтому я сейчас буду композицию такую цветовую составлять уже по-другому немного. Можно попробовать без карандаша, но тут зависит от опыта. Попробовать всегда стоит, если вы хотите попробовать. Даже если у вас не получится, вы попробуете, и вы поймете, где у вас слабые места, где над чем работать. Поэтому попробуйте и так, и так. Попробуйте часть набросать карандашом, а другую часть в голове оставить, что вот это я буду рисовать, но акварелью, без карандаша. И посмотрите, что у вас получится, как получится. Вообще всегда не бойтесь экспериментировать в своем творчестве, и всегда ставьте себе новые задачи, и пробуйте по-новому. Не ориентируйтесь на то, что вам скажет другой человек, возможно это или невозможно. Потому что только так вы будете изучать себя и свои возможности, и будете изучать, насколько вы гибки в работе, и где у вас проседает, например, опыт, где стоит поднапрячься. То есть это только ваше самоизучение даст вам какие-то такие результаты. Ну а карандаш это всегда дополнительная страховка, скажем так, дополнительная возможность себе обезопасить путь. Вот мне сейчас, кстати, после этого перерыва стало нравиться работать больше именно такими пятнами локальными и больше как по-сырому. Раньше у меня такого не было. Ну я раньше тоже работала и пятнами, и по-сырому, но как-то это у меня было немножко... Не знаю, даже не так уверенно, наверное, в таком ключе. Так, так, так... Привет, привет! Красота! Подожди, я еще не взяла цепные каранаши. Сейчас я еще тут намалюю. Я, кстати, тогда же вас встретила с мамой, и сумку вы мне показали, Макс Гудзевскую, я же пошла и купила сумку. Она реально очень удобная, мне понравилась. Там, к сожалению, не было черных, я хотела черную, как у тебя. А там оставались только синяя-красная, что я бы наверняка себе не купила. Это вообще не мои цвета. И рыжая, такая, типа, как замшевая, что ли, не замшевая. Ну она не замшевая, но вот как замша рыжая от такого цвета. И вообще мне она очень понравилась. И она идеально вписалась мне в гардероб. Я ее таскаю просто так. И даже не знаю, буду ли я на пленэр ее брать, но вот просто ходить гулять, самое то. Так, сейчас начинаю увлекаться деталями, и как раз выхожу за рамки хорошей композиции. Но на это все исправим. Все исправим, все поправим. Сделаем красоту. Я тоже очень захотела такую сумку. Да, она реально очень классная. Она и удобная, и удобная по размеру, и удобная по так вот по ношению. Ну и вообще такая прям стильная, прикольная. Ну не пробовала на пленэре. Я не знаю, в этом году смогу ли еще попробовать или нет. Фиолетовый. Редкий цвет моей палитры. Сными карандашами. Вы пробовали на метке делать или графит лучше? Я не пробовала, кстати, на метке. Это очень хорошая идея. Я в следующий раз попробую. Это же действительно можно сразу цвет закидывать сюда в работу. Слушайте, это прям классная идея. Но жалко, у меня не акварельные карандаши. С акварельными это вообще была бы бомба. Но даже с обычными карандашами я, пожалуй, попробую в следующий раз так сделать. Мне кажется, это прям будет то, что надо. Вот так вот классно проводишь эфир, узнаешь что-то новое, какие-то идеи накидывают люди. Как видите, кистями я работаю в основном тремя. Даже больше всего вот этой, но это вообще моя любимая. И вот эти две у меня сейчас в работе. Это белка браш, это пинакс, хай-тек серия. А это Рафаэль от Сенелье. Вот это белки. Нет, вот эта белка, это колонок, а это синтетика. Короче, все, сборная солянка. Все здесь собрались. Так, ну что, я думаю, что можно добавлять немножко, сейчас попрошу сердцевину. Потом добавлю чуть-чуть зелени и буду переходить к карандашам. Такой набросок, скетч, который не подразумевает никакого там серьезного результата. Все очень легко, свободно. И с экспериментами. Вот видите, тут просохло. Я сверху кладу мазки, но кладу, стараюсь по одному мазочку вместо положить. То есть не елозить по бумаге бесчисленное количество раз. Положила и убрала. Кисть положила и убрала. Это позволяет сохранить, ну, во-первых, саму бумагу, потому что целевоза, она такая очень капризная в этом плане. И позволяет сохранить легкость в работе. Вы еще раз там написали, я сейчас почитаю. Какие размеры у белки и колонка? У белки 2.0, 2.0. Какие-то свои у них размеры. А у колонка 12. Это вот серия Art Secret. Я думаю, что вот здесь в цветах в остальных моментах я оставлю работу для карандаша. Не буду здесь акварелию уточнять. И теперь немножко с зеленью поработаю. Ну, зелень у меня вообще просто для фона, ради того, чтобы где-то выделить цветы на передних планах, вынести вот только ради этого. То есть прорисовывать листочки я не стану. Синтетика, она по своим свойствам меньше держит воды. И больше держит пигмента. И, соответственно, она дает более насыщенный цвет, более насыщенное пятно. Поэтому синтетика имеет смысл работать как раз, когда нужно насыщенные какие-то элементы создать, подчеркнуть где-то. Здесь, да, сразу с первого раза подчеркнуть фон. Это очень помогает. Ну, и плюс, конечно, кистью. Вот в такие моменты я уже работаю кистью, как карандашом или как ручкой. То есть для меня это уже графический инструмент, которым я могу подчеркивать какие-то элементы, где-то усиливать контуры, где-то добавлять детали. То есть это уже такой момент больше рисовальный, да, не живописный в плане писать какую-то вещь красивую, а больше именно в плане рисования. Где-то подчеркнуть, где-то усилить. Тут один момент. Такое, знаете, получается у меня впечатление сразу в каких-то платках русских с узорами. Я очень люблю в Талагрин в работе. И, в принципе, здесь я его использую в основном. Просто к нему подмешиваю какие-то оттенки. Новая мечта порисовать вместе в реале. Загадываю желание, чтобы я приехала в Москву так на недельку. Это прямо у нас совпадет. Это желание. И мы порисуем вместе. Я хочу приехать, но у меня как бы других целей нет, кроме как приехать, встретиться, порисовать. Поэтому, может, я так и соберусь, но, учитывая вашу погоду, хочется еще какую-то цель себе придумать, еще какой-то для чего мне туда ехать. Чтобы, ну, как бы, явно вы неделю не будете со мной ходить и рисовать. Вот у меня, чтобы что-то еще там поделать, надо загадать, какое мне желание. Но пока, пока вот нечего мне. Незачем. Поэтому я в космос посылаю сигналы, что устрою мне поездку в Москву, приятную, прекрасную, к замечательным людям. Возможно, мы там немножечко, чуть-чуть с мужем мечтаем о том, что у него будет проект в Москве. И мы сможем с ним туда поехать на длительное время. Ну, как относительно длительное. Уже загадала, тоже загадаю. Ночью вернулась в Сочи, уже хочу назад. Я понимаю тебя, Лера. Ну, нет, у меня в Краснодаре-то тепло, но в плане погоды хорошо. Но я бы тоже вернулась еще в Сочи, еще недельку бы там, наверное, погуляла среди гор. Надо подумать, придумать. Москва – это не Сочи в плане погоды. Ну, да, это точно. Я с удовольствием приехала бы на мастер-класс, на свой. Но для этого нужно собрать людей, да, в группу какую-то. Ну, и для этого должен быть организатор. То есть я этим вопросом заниматься точно не буду на расстоянии. Так, в принципе, мне это было бы интересно. Вот сюда полезла, а вообще не надо сюда лезть, а-та-та. Там лучше карандашами поработать. Я вспомнила, что я еще хотела в карандаше заказать. Я все хочу себе настольный мольберт, который можно регулировать по высоте. Наверное, сейчас пойду смотреть, что там есть. Давно хотела. Ребят, вообще, мне кажется, уже, наверное, год я о нем думаю. Вот, можно как раз озадачиться. Ну, вот как-то вот так вот получается. Недели не хватило, да, вот как-то мне не хватило реально примерно 2-3 дня, чтобы просто походить порисовать. Вот прям просто ходить, рисовать, получать удовольствие от процесса. Вот этого не хватило. Так, ну что, я думаю, что в акварели хватит. Такой скетч получился интересный. Теперь нужно усиливать контрасты, усиливать эффекты, добавлять фактуры с помощью карандаша. Сейчас немножко сделаю себе замену на поле. Вот они, мои красавчики, пока еще не переехали в пенал, но уже скоро. Save this video. Окей. Тоже про МК подумала. Но вот подумайте, я не знаю, может, вы сможете скоперироваться, набрать людей. Ну, то есть тут нужно, конечно, ну, это уже не просто, да, приехать, собраться, потусить вместе, порисовать. Это уже более серьезный момент. Поэтому подумайте, насколько вам самим это будет интересно, а вы захотите. заняться этим вопросом. Ну, может быть, ты сама, может быть, с кем-то, да, вы совместитесь. То есть, тут уж по вашим личным возможностям. Так, боже мой, с чего же начать? Тут же еще, понимаете, я ведь не очень по оттенкам разбираюсь в карандаше. Ой, короче, вообще сейчас начинается самое интересное. Классно, почти пошла сама рисовать. Подожди, сначала досмотри мой провал. Ну, ладно, я шучу. Я про провалы, я всегда шучу, я всегда знаю, что у меня все получится. Да-да-да, я сейчас наговорю. А потом будешь рисовать. В общем, я-то не знаю, что тут за цвета, как они вообще работают. Каких-то, я не знаю даже в карандашах, как это называется, в Икровске или как-то по-другому. Сейчас буду пробовать что-то создавать, что у меня из этого получится. Я без понятия. Но что-то да получится однозначно. И я думаю, что это будет интересно. Ну, они, кстати, растираются вообще на меня не очень. Уэспия. 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 вот здесь нету в карандашах такого оттенка там красивого насыщенного функции жаль я бы сейчас его использовал вообще не знаю для меня это вообще полнейший эксперимент я раньше не работала так вот с карандашами то есть вы знаете что я добавляла простой серый карандаш обычно до графитовые я люблю это делать и здесь он тоже у меня скорее всего появится я никогда не добавляла цветных карандашей у меня кстати наташа кайжа по моему фамилия правильно звучит очень вдохновила на это она работает с карандашами не так круто получается она акварель по моему она не использует но карандаши очень классно в работе идут и красивые иллюстрации на книжный иллюстратор и на меня именно она меня вдохновила на покупку карандашей цветных мне прям захотелось попробовать такое более декоративное получается но в этом что то есть у меня карандаши все равно нет ну карандаши это нет но ты же можешь посмотреть как я лоханусь поэтому не отключайся что за карандаши это faber castell полихром серия теперь тоже хочу карандаши да 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 слышала что акварельными карандашами если после развивать получается неаккуратно я сколько не пробовала акварельные карандаши не девчонки давали пробовать на пленэрах мне тоже не нравился эффект после размытия но ими можно научиться работать частично как акварелью здесь частично что-то прорисовываешь и где-то она идет в работу где-то она идет штрихами вот точно так же можно и карандашом работать акварельным где-то положить штрих где-то этот штрих размыть этим можно научиться пользоваться я думаю что у меня бы получилось но пока что я не буду акварельный карандаши брать потренируюсь с этими получусь если почувствую нехватку что мне захочется еще акварельных тогда конечно куплю еще акварельные сейчас пока что такое конечно сейчас очень сильно обдаюсь в детали и это знаете почему потому что у меня не хватает опыта работать с карандашами это вот как у новичков происходит то же самое не знаю за что хвататься и начинают цепляться за мелкие детали и вот мелкими деталями стараются выплыть вот это не очень хорошо то есть это такой момент неуверенности в работе неуверенности в себе но опять же да я я знаю такой момент и я считаю что это нормально и ну просто я это принимаю что она у меня может быть и просто буду тут уже смотреть изучать как что курель на немного потестила понравилось но вот акварель на мне кажется с ними просто нужно подружиться приноровиться к ним но и акварельные однозначно это для быстрых какие-то скетчи на мой взгляд с ней для серьезных работ у меня просто акварельные точнее акварельные просто рисуем и ну тоже до акварельным не знали я пробовала фаберка строк красной стенде в них акварельные мне понравилось что они более мягкие вот эти мягкие карандаши хорош а те еще мягчат они еще более податливы в этом плане они меня прям запали в душу однозначно вот эти скетчи такие для меня это просто развлечение пока изучение развлечения что из этого дальше будет получаться складывается я пока не знаю возможно это выйдет на какой-то новый уровень в работе у меня конкретно уже более такой творческой до серьезной и раздумывала графику оживает рисунок сразу рисовала перевой ручкой чернилами к века я кстати смотрела на перевые ручки там на маркете но что-то как-то я не прониклась к ним чтобы прям купить как ярко даже немного непривычно до есть такое но как-то вот именно в цветах иногда хочется вот эту живость яркость использовать но я согласна что это прям такой очень насыщенный получать но опять же да я еще референс выбрала такой который мне прям хотелось сделать насыщенно можно поискать референсы более сдержанные и попробовать поработать с ними более так лаконично более аккуратненько более более привычной гамме вот сейчас мне прям хочется вот таких насыщенных оттенков очень ярких что-то такое прям ух уж не знаю с чем это связано но из застоя я вышла вот таким ощущением сочности красочность насколько это продержится кстати может быть продержится недолго и я вернусь в свой привычный какой-то режим здравствуйте до записи эфира будет и я на youtube хочу выложить можете посмотреть потом сначала эфир тот конкурс у нас проходит спонтанно зарядили краски гор зарядили краски гор ну может быть там кстати да настолько насыщенные вот эти оттенки горные деревьев да как они по-разному там все цветут ну не цветут в смысле а желтеют к осени желтеют краснеют багровеют это конечно вообще просто взрыв цвета и я никак не могла в палитре у себя найти подходящего оттенка чтобы запечатлеть вот как-то это красиво чтоб смотрелось да то есть не просто передать насыщенность чтобы это именно гармонично смотрелось у меня мне просто не так в итоге не получилось это сделать со вкусом классно то есть еще бы недельку походить там порисовать и я бы нашла вот это правильное сочетание уезжала без найденного ну что мы переходим на следующий час еще по заканчивать потому что у меня эфир уже заканчивается и у меня тут выбор либо переходим ну давайте хорошо тогда сейчас отключаюсь и через пару минут подключусь снова и снова здравствуйте я присаживаюсь экран не вижу поэтому периодически буду вставать пролистать смотреть что вы написали можете писать продолжать я пока детали тут более внимательно проработаю где-то цвет прям усиливаю карандашом то есть не то чтобы прорисовать детальки проработать а просто вот насыщенность добавить ну и вот и и и и и и и и вот прям хочется вот так вот растереть немножко но не растирается может быть специальная нужна какая-то затирка какая называется карандашик может быть его как раз не хватает а Зеленые, кстати, все какие-то холодные, теплые появились. Все холодные, не хватает тепленького. Ну ладно, есть только два целых трубых. Ну и тут можно начинать уже играться. Я люблю в тенях как раз поиграть на фоне. Какие-то детальки, чтобы прорисовать. Вот мне кажется, у меня акварель становится более декоративной. Вообще сама по себе работа. В принципе, более она такая. Самое интересно, куда это все приведет. Вообще без понятия. Ну пока что вот так. Меня вообще ничего не парит. Даже если она станет более декоративной, но я буду от этого кайфовать. То почему бы и да. Иначе зачем это все вообще нужно, если не кайфуешь от процесса. То есть значит, вот так. Вот так. Все глаза не как-то здесь потому. А мне кажется, что вот так. Вот это я за людей. быть, как сейчас он. Раз, и там какие-то детали появились, что-то непонятное, вроде как собирается какой-то внутренний мир, план. Так, у меня вопросов нет. Ну вот, кстати, к вопросу о том, какие цвета я бы не стала в пенал класть, да, у меня же там пенал есть под цветные карандаши, и как раз там 30 цветов, а у меня 36. Мне нужно 6 штук убрать на домашнее пользование, скажем так. Ну вот, однозначно я могу, например, серые оттенки от светлого серого к темному не брать, потому что у меня цветные обычные карандаши. Также от темного к насыщенному, ну, точнее, от просто серого, да, к насыщенному, очень темному, очень мягкий карандаш. Поэтому вполне спокойно я могу какие-то серые оттенки не использовать. Что-то получается, не знаю, вроде даже что-то интересненькое. Вот тоже, вроде коричневатый, такой на умбру похож оттенок, но он прям как серый, как карандаш в работе смотрится. А еще, знаете, что тут у меня срабатывает? Вот, я сейчас это поняла. Помните, кто, может быть, в художественных каких-то заведениях с вами так играли или в школе, делаете пятно, просто рисуете краской, потом как-то там либо в стекло, да, по-моему, об стекло проводите, там прокручиваете, достаете, и потом в пятнах ищите какие-то образы. Вот у меня эта тема срабатывает здесь в скетчах. Когда я кладу акварельные пятна, я их кладу, ну, как бы по форме, да, там цветов определенных. Но потом, когда я добавляю графику, я еще очень часто отталкиваюсь от пятна, которая сложилась, и в этом пятне ищу какие-то направляющие линии, в рамках которых я буду там прорисовывать те или иные детали. Вот, это тоже очень классный момент, который здесь срабатывает. И опять же, есть какая-то недосказанность, но это все вместе очень классно работает. Красиво тоже оранжевый. Ну, собственно, уже потихонечку, потихонечку. Сейчас буду к концу подходить. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, все равно без простого карандаша. Мне как-то работа, мне кажется, закончена. Все-таки он мне прям почему-то отдает вот эти все завершающие линии, точности, оттенки. То есть он прям классно облагораживает, на мой взгляд, работы. И как раз, мне даже кажется, он вот эту детскость убирает. И само учитывая, что мы работаем с цветными карандашами, вот эта вот насыщенность цвета, она с помощью простого карандаша немножко приглушается. И как-то это сразу смотрится более благородно. Так что простой карандаш никуда не денется от меня. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...